Начало нового сезона, а в особенности осеннего, всегда стресс для организма человека. Недостаток светового дня и витаминов, а значит нужно выстраивать образ жизни таким образом, чтобы чувствовать себя в рабочем и учебном процессе максимально комфортно. Усталость, лень, разбитость и постоянное желание спать – частые спутники пасмурной погоды. Однако эта осень не первая и с побочными эффектами можно справиться. И обед и ужин должны приходиться на одно и то же время. То есть если человек привык обедать в час, то не нужно менять в течение этого периода время своего обеда. И очень хорошо, если за час-два до сна организовать прогулку на свежем воздухе. За сонливость в осенний период отвечают циркадные ритмы в организме человека. Именно они дают нам понять, когда нужно ложиться спать, а когда просыпаться. В простонародье их называют биологическими часами. Из-за сокращения светового дня в этих часах происходит сбой, и человеку становится сложнее высыпаться. Усталость как будто удваивается. Сбитый режим сна приводит к стрессу и уменьшению работоспособности. Особенно актуально это для тех, кто летом много отдыхал, а в строю нужно быть уже сейчас. На качество сна влияет множество факторов. Образ жизни современного молодого человека зачастую предполагает не всегда стабильную работу циркадных ритмов. Шутовый день сокращается, и поэтому человек получает меньше освещения. Что нам нужно изменить, чтобы войти в ведущий сезон, как будто мы уже в нём и находимся. Мы начинаем с образа жизни. В первую очередь с питания. То есть мы должны заменить кофе зелёным чаем, пить воду с лимоном, есть побольше цитрусовых, есть богатые витамином Д и железом продукты. Жирную рыбу, не обязательно морскую, можно и речную, яйца, молоко, йогурт, птицу, орехи. Те органы нашего организма помогают нам хорошо себя чувствовать и качественно жить. Поэтому исключать алкоголь полностью. Недостаток витамина Д и других важных витаминов и микроэлементов также сигнализирует о начале холодов и сырости. Всё это способствует ослаблению иммунитета в организме. Тот становится более уязвим к простудным заболеваниям. Ведь именно осенний период именуется сезоном увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам экспертов, лучшая защита – это ранняя профилактика. Ведь даже самый незначительный сбой в человеческом организме может негативно отразиться в будущем. Однозначно, правильный личный гигиен должен быть соблюден. Кроме того, осенью начинается период сезонных ОРВИ, вирусных инфекций. Поэтому не забываем чаще мутинки с мылом, даже если показалось, что мы где-то не испачкались. Огромное количество микробов находится на предметах общего пользования. Ручки, поручки, денежные купюры, денежки в магазине. То есть мы понимаем, что это нужно смывать. Однозначно вопрос вакцинации. Как раз сейчас нужно вакцинироваться, чтобы через месяц, когда сформируется хороший и правильный иммунитет, наш организм был готов к подъему осенней заболеваемости гриппом и ОРВИ. Стоит не забывать, как важны методы профилактики и налаженный образ жизни для здорового перехода в осенний период. И знать, что до сих пор самым эффективным методом профилактики от простудных заболеваний является вакцинация. Привиться и защитить себя от болезни можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А, в будни с 8 утра до 8 вечера, в выходные с 9 утра до 3 часов дня. Подробнее вы можете уточнить по телефону 233-3200. Валерия Карташова, Универньюс.